всем привет с вами очередной выпуск около научного подкаста меньше пяти сотых и сегодня эта передача должна была начинаться со знаменитых тревожных аккордов из телепрограммы криминальная россия а на моем месте должен был сидеть леонид каневский потому что мы сегодня поговорим об уголовном праве и криминалистике и для этого к нам в студию пришел доктор юридических наук профессор кафедры уголовного права и процесса северного арктического федерального университета нина юрьевна скрипченко а участвовать в сегодняшнем допросе будет дарья койбина журналист философ человек воспитанный сериалом след и михаил кунавин мой бессменный ведущий и биолог настоящий фанат шерлока холмса нина юрьевна спасибо что пришли вы принесли с собой какое-то невероятное количество реквизита пожалуйста расскажите что это такое мне очень любопытно основательно подготовили все то что у нас здесь лежит сегодня реквизит которая принесла я взяла его у нас из кабинета криминалистики и студенты используют его на лабораторных занятиях навыки как раз снятие отпечатков пальца это для отпечатков пальцев да это вот валик это специальная окраска которая на которой как раз и раскатывается да для того что давай крайне попробуем вот у меня никогда в жизни до этого не снимали отпечатков пальцев я готов пожертвовать просто 21 два своих пальца для того чтобы измазать и жертвы до измазаться вот этой вот черной гадости и попробовать да давайте кривые пальчики и как раз вот эти отпечатки ну вот здесь на белом листе бумаги они будут этих вот так вот на этом полосе до промазываются ну да для того чтобы пиляр на кулу а долго мне нужно держать специально красиво когда течет когда идет вот фактическое это снятие про прокатывается в том числе и сама рука да для того чтобы покажем поверьте вот можешь посмотреть а вот эти вот баночки с кисточками они для чего это а это уже когда снимаются отпечатки поверхностные те которые оставлены были там преступником да и иными лицами на поверхности каких-то объектов так у меня есть вторая нетронутая рука я готов ее пожертвовать не я может готовилась сидела эти ладошки себе терла а ты решил знать чтобы руки это хорошо можем твою использовать что нужно делать я вижу тут листочек бумаги даже случайно оказался она была более не подготовлены на значит можно но чтобы отпечаток был такой яркий можно вот целую пятерню на этом листочке как бы зафиксировать да но сразу хочу сказать что вот со студентами там вот у нас школьники иногда приходит на мастер-классы им даешь задание они делают ветерню начинаем работать и ничего не остается да и всегда говорим а почему как вы думаете почему не ничего нет да они вот затрудняются с ответом ответ здесь простой потому что как бы фоновое такое изображение оставляют пота жировые следы и когда человек такой спокойной до уверенной ситуации никакого подвоха не чувствует то конечно следы очень такие не ясные да нечеткие и я всегда там школьникам отговорю вот ударьте себя по лбу но будет жирный руки мы жирные сразу же да то есть тут вот я надеюсь я достаточно уже подержал сейчас проверим вот даже листочек там весьма просто взять там как раз вот это порошок магнивый да а вот это специальная кисточка так называется просто кисточка магнитная кисть вы коробочку положите на стол и сверху ну вот можно да вот сверху вот это вот да она как бы не вы ее поднимать можете вот верхняя такая да 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 и вот она она как бы снимает и вот сейчас вот этими порошками можно по листочку надо не нажимать на лист а вот как бы сверху а я вижу немножечко чуть-чуть свою ладошечку ну а пока даша рисует а я здесь наконец-то оттер эти самые чернила которые на самом деле очень сложно оттираются но я вижу чуть-чуть тут прям фалангов пальцев я бы не сказала что я вижу они чуть-чуть отпечатки есть но в общем что смог непрофессионал тут что-то сделал то есть это тоже должен быть определенный навык который не сразу так нарабатывается в последующем более тонкая конечно нанесение идет и в последующем можно вот этой кисточкой убрать лишние да лишние там более крупные частицы останутся вот такой тонкий слой который в последующем еще на специальную липкую ленту фиксируют и ее тоже изучают используют для идентификации в общем я думаю что издалека это прям видно не будет если может быть мы подснимем в общем тут чуть-чуть такие прям кожу видно кожу либо я еще не совсем вспотела чтобы были такие прям яркие отпечатки как у миши похоже на какое-то произведение современного искусства я думаю на каком-нибудь аукционе сотбис могло бы быть продано за приличную сумму нина юрьевна все-таки к основным вопросам и самый главный наверно самый первый вопрос который мы часто задаем людям которые приходят к нам сюда из нетипичной я бы сказал нетрадиционной науки я сейчас объясню вот юрики юридическая наука это все-таки наука или нет потому что я из биологии человек я понимаю чем занимаются естественные науки то есть он физика химия моя биология они познают то как устроен мир я представляю как пишутся научные статьи делаются исследования по биологии по физике по химии а что из себя представляет юридическая наука это для меня что-то очень странное как вообще выглядит научная статья по юриспруденции вот если буквально отвечать на тот вопрос который вы мне задали михаил научное исследование может сводиться к тому что допустим мы изучаем какую-то группу составов преступлений как она реализуется на практике соответствующие нормы как они применяются ну и соответственно вот этот эмпирический материал может в последующем послужить основой для того чтобы в дальнейшем направлении реформировать законодательство здесь могут быть и какие-то сравнительно правые исследования да то есть у нас какие-то отношения недостаточно урегулированы законом и мы обращаемся к зарубежному законодательству смотрим как там сформулированы соответствующие нормы как там реализуются но и вот более такой позитивный опыт эффективное регулирование эффективное применение мы можем использовать для реформирования закона и уголовного в частности насιαи вообще удивлена что книжечка вот сегодня у нас такая тоненькая лежит николаша уголовный кодекс это сообщай и толстый кодексе всех которые у нас есть нет там обычно есть уголовный контрац вот действительно маленькая книжечка в Sul documented комитарем вот там действительно идеально я где-то даже читал что если взять наш приг fishermen когда был принят вот исходный Значит, тот, который действует на сегодняшний день, он был принят в мае, 24 мая 1996 года, а вступил в силу с 1 января 1997 года. Вот, то есть 96-й и 97-й год, но если посмотреть все те правки, которые были в него сделаны и разделить на время его существования, то получится, что примерно каждые полтора месяца в него что-то новое вводили. Ну, у нас там отдельные специалисты посчитали, там буквально 10 статей, которые не подверглись изменениям. Ну, это вот принципы уголовного права, да, то есть вот основополагающие базовые положения, они отличаются стабильностью, а вот особенно, особенная часть, да, которая содержит исчерпывающий перечень преступных деяний, да, тех запретов, которые запрещены под угрозу наказания, она наиболее такая подвижная, хотя и в институты общей части, и в наказания, там, в иные меры уголовно-правового характера, освобождение от уголовной ответственности, тоже их перечень пополняется периодически, да, меняется. То есть наш мир настолько быстро меняется, что люди просто не успевают подготавливать новые законы, каждый там полтора месяца вводят новые. А вот смотрите, я тоже, опять же, когда готовился к выпуску, нашел такую интересную новость, не новость, факт, наверное, исторический, и я, опять же, не знаю даже, насколько он правдив, вы подтвердите, а может быть опровергните, что около ста лет назад существовала норма, которая позволяла родителям сдать в тюрьму своего ребенка. Сейчас, насколько я знаю, уголовный кодекс как-то вот к детским преступлениям относится иначе, там есть какие-то определенные возраста. Можете пояснить, напомнить, с какими возрастами работает уголовный кодекс в этом смысле? Ну вот если от второго вопроса дойти, есть такое понятие, субъект преступления, да, то есть те требования, которые предъявляет закон для того, чтобы лицо могло быть привлечено к ответственности. Один из признаков субъекта – это возраст. Лицо на момент совершения преступления должно достигнуть возраста определенного. Таковым возрастом, общий так называемый возраст – это 16 лет. То есть с момента достижения 16 лет за подавляющее большинство составов у нас лицо может быть привлечено к ответственности. Исчерпывающий перечень исключений, в статье 20 они определены, к уголовной ответственности могут быть привлечены лица, достигшие 14 лет. И, кстати, днем достижения соответствующего возраста считается день следующий за днем рождения. То есть за день рождения можно творить дичь полнейшую. А почему так считается? Ну, днем достижения соответствующего возраста, день следующий, с ноля часов. А вот откуда вообще взялись вот эти два возраста – 16 и 14 лет? Я здесь интересуюсь с точки зрения, наверное, какой-то возрастной физиологии, психофизиологии, к которой я отношусь. Потому что, когда я рассказываю своим студентам о том, как созревает мозг человеческий, о том, как появляется какая-то осознанность своих действий, я привожу такие примеры. Многие современные нейрофизиологи, нейропсихологи говорят о том, что у человека осознанность и вот головной мозг формируются окончательно. Только когда мы к 20, может быть, даже некоторые говорят, к 25. А здесь мы делаем субъектом уголовного права 16-летнего или 14-летнего ребенка. Вот откуда эти цифры взяли? Как биолог бы предлагал до 20-25 лет людей сдвинуть этот раз? Я обычно так и говорю. Ой, дурачки вот эти 20-летние, все, их не считаем. Я обычно на самом деле так и говорю. То есть, если человеку нет еще 20, то с него взять нечего с точки зрения продуманности своего целеполагания и произвольности своей деятельности. Ну, не у всех, конечно, но могут быть вот как раз такие моменты. А если уж вам есть 20, то, извините, вы отвечаете за свои поступки с точки зрения психофизиологии и нейрофизиологии. А по уголовному кодексу получается, что вы отвечаете намного раньше. Почему он так жесток, не уверенно? Ну, во-первых, если, Михаил, вашу тут позицию продолжать, вот все-таки международные стандарты, они действительно ориентируют на то, чтобы более мягкие меры государственного принуждения применялись в отношении молодых людей. И это вот до 21 года, да, лица рассматривает. Законодатель ведь устанавливая тот или иной возраст, он больше ориентируется на то, что к этому возрасту уже подросток осознает социальную опасность и вредность того посягательства. Ну, вот сразу хочу сказать, что с 14 лет, ну, такие элементарные составы преступления, да, там, кража, убийство, да, потому что ребенку ведь с трех лет, да, нельзя брать чужое, да, там, нельзя драться, да, то есть там вот те запреты, которые не носят, ну, они вообще ядром преступности были всегда, да, то есть у нас перечень преступных деяний может меняться от исторического периода. Я вот как раз, когда защищала кандидатскую диссертацию еще вне генпрокуратуры, там вот один эксперт, он, кстати, психиатр, узнал, что я из Архангельска, и вот он, значит, со мной тут разговаривался, потому что они на тот период активно работали вот с Медакадемией тогда, и они проводили исследования, в том числе направленные на то, ну, вот уровень развития детей, да, в том числе, и физиологические показатели, и социальные показатели, значит, они брали детей из южных регионов, из центральной полосы, из северных регионов, потому что иногда даже вот климата, такие географические факторы могут влиять, да, потому что, естественно, скорые взросления, да, дети из более южных регионов, взрослеют быстрее, да, и там даже, как бы, более чаще, там, с 16 лет браки могут регистрироваться, опять же, это тот исключительный возраст, общее правило, 18 лет, да, и даже вот эти вот исследования, которые проводились в 90-е годы, они были учтены при формировании того списка, который на сегодняшний день есть. Ну вот смотрите, а если я такой хитро выдуманный весь, и прикидываю о том, что человек до 14 лет, ребенок, не является с субъектом уголовного права, и беру, и какого-нибудь, да, даже своего ребенка, там, 12 лет, условно говоря, подговариваю на то, чтобы он, там, не знаю, из какого-нибудь магазина мне воровал мобильные телефоны. Субъекта уголовного права нет. Какой ты нехороший человек. Нет, я думаю, как вот в таком случае быть? Во-первых, вот я, говоря о возрасте, я сказала общие такие возрастные границы, и вот, кстати, тоже вот, может быть, немножко вернусь к тому вопросу, который у нас был, вот впервые в Уголовном кодексе Российской Федерации еще есть такое понятие, так называемая возрастная невменяемость. То есть бывают такие ситуации, когда ребенок календарного возраста достиг, допустим, ему 15, там, 16 лет, а по уровню развития у него на, допустим, 11-летнем, 12-летнем, да, то есть, ну, это тоже может быть с разными факторами, начиная от каких-то заболеваний, которые ребенок может принести, отставания в развитии, ну, и заканчивая там социальная запущенность и так далее, и тому подобное. Дети из неблагополучных таких семей, там, кстати, когда с участием несовершеннолетнего уголовного судопроизводства осуществляется, там обязательно участие педагога, родителей, психолога, да, то есть они могут и откорректировать вопросы ребенку, да, чтобы он понимал смысл заданных вопросов и так далее. И в тех случаях, когда вот устанавливается такая, ну, так назовем ее возрастная невменяемость, вот и ребенок и достиг возраста уголовной ответственности, ну, по уровню развития не дотягивает его, там тоже уголовное преследование прекращается, но он на учете будет, да, с ним будет вестись профилактическая работа в том числе. Вот относительно вопроса, который задал Михаил, во-первых, у нас те возрастные границы, которые я сказала, они общий носят характер, у нас еще есть более старшие, да, возрастные группы в нормах конкретных предусмотренным, и вот, например, такой состав, как вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления, там субъектом является совершеннолетнее лицо. То есть отвертеться не получится. Да, но это совершеннолетнее, если это... А ты сам хотел. А я думал, у меня гениальный криминальный план созрел. Нет, нет. Потому что ты первый такой умный. Надеюсь, что нет. Ну, думаю, что нет. И еще у нас, когда законодатель, вот есть такой институция участия, и законодатель, определяя виды соучастников, исполнитель, организатор, подстрекатель, пособник, вот дает легальное понятие, кто является исполнителем, так вот исполнителем является то лицо, которое непосредственно совершает преступление, или использует других лиц посредственное исполнение для совершения преступления, которые в силу возраста, невменяемости, иных обстоятельств, они не понимают, что они делают, что эти действия носят преступный характер. Вот в этом случае уголовно-правовая оценка того лица, который использует других лиц криминальной деятельности. А такие случаи часто бывают, ну, как, может быть, относительно часто, когда подростков могут использовать, допустим, для, как курьеров, для распространения наркотических средств, да, они могут даже не знать содержание того, да, той посылки, да, то, чем они занимаются, потому что здесь мы ведь еще и устанавливаем в обязательном порядке вина, да, это так называемая субъективная сторона. Студентам тоже, кстати, вот когда рассказываю лекцию о преступлениях, которые связаны с незаконным оборотом наркотических средств, во-первых, всегда говорю, что, может быть, жизнь у наркомана очень яркая, но очень короткая, да. Я бы хотела сейчас перейти к более таким практическим вещам, ведь сейчас преступления, они, так сказать, модернизируются, становятся новыми, и преступники совершают так называемые цифровые, да, там, преступления, киберпреступления. Например, сегодня, да, мошенники звонят или пишут в мессенджерах, там, в социальных сетях, мама, папа, я в беде, эмоционально воздействуют на людей. Как вот это вот все работает? Ну, все специалисты отмечают трансформацию преступности, да, даже говорят о том, что как преступление от такого физического воздействия, грубого физического воздействия, она уже стала такой интеллектуальной, и сам портрет преступника существенно поменялся, да, потому что те блага, которые нам цифровизация дает, она, естественно, взята на вооружение и криминального элемента, да, то есть оперативность, анонимность, потому что значительная часть вот посягательств, если мы говорим о мошеннических посягательствах, они осуществляются с территории другого государства, и если раньше там вопросы экстрадиции, да, там, преследования виновных, они более оперативно решались, вот на сегодняшний день не всегда, да, удается и в том числе привлечь виновных, а тем более вернуть все, что, да, потерпевший, пострадавший у нас потерял в результате совершения преступления. Так вот, а как все-таки человек может, ну, он хоть какую-то часть средств их может вернуть, если он уже все перевел, понял, что делал что-то не то, что это был не мой знакомый, что он так со мной не общается. Ну, вот, знаете, на сегодняшний день, конечно, эта проблема одна из самых актуальных, потому что, ну, вот, кстати, страдают от таких преступлений далеко и не только там пенсионеры и среди сотрудников, да, и образовательных учреждений, даже правоохранительные органы, сотрудники тоже могут стать потерпевшими. И здесь, конечно, большая работа, она проводится в плане так называемой виктимологической профилактики, да, то есть, ну, виктимус, виктим-жертва, виктимология – это наука о жертве преступления, то есть, вот, постоянное информирование о том, как совершают преступления, да, какие звонки, откуда, как идентифицировать, да. Да, на самом деле сейчас довольно часто поступают и звонки от неизвестных номеров, сомнительных, и точно так же часто рассказывают об этих звонках. Я даже не знаю, что делается чаще, потому что мы буквально там пару месяцев, может быть, назад проходили такой семинар, где нам, женщина в погонах, рассказывала все вот эти вот истории про тех людей, которые все... Да, поэтому это сплошь и рядом, на самом деле. Ну, вот смотри, тут вопрос в том, что постоянно людям это все рассказывают. Я даже вижу эти все памятки, которые постоянно выкладывают, что там, не верьте, мошенники, осторожно. Но все равно, вот что, что, это психология какая-то у человека, что все равно на это покупается? Ну, вот действительно, значит, в чем здесь? Конечно, те люди, которые используют, вот это сейчас даже есть такое научное название, метод социальной инженерии, да, то есть, допустим, телефонный звонок, да, и вот здесь, знаете, тут какая специфика есть, да, потому что очень часто, особенно, я уже не беру вот те примеры, которые вы рассказываете, они, конечно, до сих пор есть, но они уже как бы на задний план отходят. Очень часто, когда идет звонок, и к вам уже обращаются по имени-отчеству, да, и начинают сообщать информацию, о которой вы знаете. А эта информация, она, ну, откуда доступна, допустим, мы очень много информации оставляем о себе в магазине, да, заполняем анкеты на маркетплейсах. Виновные могут проникнуть в сервисы государственных услуг, да, допустим, знать, где мы брали кредиты, там, какая у нас недвижимость есть. И когда к вам поступает звонок, и начинает очень много говорить информации такой вот персонального характера, да, и там потом сообщают, не знаю, о посягательствах, у вас там на счет надо денежки перевести, еще что-то, вы начинаете доверять этому человеку. То есть, вы уже, понимаете, гадалками верят, которые как бы все знают. И вот это доверие плюс, вот, знаете, как бы... Когда среди огромного количества правды есть немножко неправды, то вот в нее очень хорошо веришься. Да, уже начинаешь вот этому доверять, и как бы там-то люди, они же тоже специально обученные, они начинают так преподносить тот контент, который они нам озвучивают, что это вот как раз тот человек, который нам оказывает помощь, да, вот на этот счет надо перекинуть и так далее и тому подобное. Причем, вот знаете, вот некоторые люди настолько, скажем так, ну вот подвержены вот этому всему, да, потому что, ну, одно дело, когда тебя, что называется, так заведут, и ты там сразу, да, можешь, да, ты понимаешь, ой, денег еще не хватает, а можно там, я думаю, любое приложение закрыть, откройте, да, банковского обслуживания, и там вам в удаленном порядке кредит предоставят, да, и даже в банк ходить не надо, да, там особенно небольшие какие-то... Постоянно это все предлагают. Это да, вот это тоже такая активная идет работа со стороны кредитных организаций, и, конечно, человек вот на таком вот возбужденном состоянии, он может вот такие вот необдуманные поступки, да, совершать, и мало того, что у себя все, да, у кого-то еще займет, еще и кредитов наберет, да, и, конечно, а потом начинает, опомнился, да, вот а что, а где, а как. А некоторые ведь люди вот настолько они подвижны, они могут в течение недели обойдут ведь несколько банков, не дали в Северодвинске, поехали в Архангельске, да, то есть вот это реальные истории, да, когда... Вижу цель, не вижу препятствий. Когда, да, когда люди... И причем вот, понимаете, они, ну вот очень часто они в контакте, да, с нарушителями находятся, а те, ну, как бы создают иллюзию, там даже если кто-то начинает, ну, как бы отговаривать или призывать к разуму, да, то начинают... у них тоже там противодействие, это наоборот, это вот там в отношении вас будет воздействовать, да, и как раз вот когда человек вот полностью, да, вот в таком стрессовой ситуации находится, вот он и совершает такие необдуманные поступки. А можно как-то вот это вот все предотвратить? Я имею в виду, что вот тебе написали или позвонили, и как-то вот этот момент у самого себя следить, так там все типа на меня пытаются... И как я могу в какой-то в этот момент противостоять, как бы что нет, вы мне расскажете какую-то чушь, то есть там задать какой-то, знаете, вопрос мошеннику неловкий. Ну это, кстати, ну тут много есть, да, разных советов, как действовать в этой ситуации. Во-первых, нужно быть очень аккуратным со своими персональными данными, да, то есть вот когда мы везде, да, оставляем очень много о себе информации, да, в социальных сетях, мы вот эту вот зону приватности, да, вот частная жизнь, мы ее исключаем, да. Чем больше она знают, тем мы больше становимся уязвимы для криминального мира, да. Ну и вот на сегодняшний день-то вот как бы наибольшую такую, да, набирают обороты, это даже на прошлой неделе была информация по телевидению, да, вот о том, что в криминальных целях и в целях мошенничества используется искусственный интеллект. Вот, я как раз тоже об этом сейчас сижу и думаю, потому что сейчас с развитием искусственного интеллекта можно подделать не только фотографии какие-нибудь и видеоролики, но даже голоса можно подделывать. И у меня-то в этом плане какой вопрос, а как тогда быть с доказательной базой, если сейчас фактически все можно подделать, что можно считать доказательством преступления, и мне кажется, что это очень большая проблема перед криминалистами и теми людьми, которые этим занимаются. Ну, вот да, относительно той информации, что сейчас и видеоизображение, и голосовое изображение, а если это еще подкреплено полной информацией, да, то есть, ну, одно дело, когда, я не знаю, там, мой супруг мне якобы по телефону будет звонить, да, и спрашивает, чтобы я ему... А он на самом деле в соседней комнате. На самом деле, да. Я еще так подумаю, да, вроде как мы там не планировали никаких трат, и то, может быть, что-то мелькнет, потому что я вижу, да, что он говорит и что-то произносит и так далее. А другое дело, допустим, если это какая-то коммерческая организация, да, и там главный бухгалтер видит сообщение там от своего руководителя, якобы, да, что нужно перевести там деньги и так далее. Она же не будет задавать ему вопросы, да, 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 перепроверять информацию, да, это не обсуждается, ну, надо, так надо, провели сделку и так далее. Ну, конечно, как бы невооруженным взглядом можно увидеть, да, там якобы и звук не очень попадает, но у нас ведь и качество связи может быть такое, да, что мы не это самое. И еще раз говорю, когда какая-то еще дается там информация, которая только мне, да, и контрагенту известна, ты начинаешь доверять, и даже в мыслях не может быть, что какой-то здесь может быть подвох. Я вспомнила такой совет, что, например, можете вы там с близким человеком, там, с женой, с сыном, с матерью придумать какое-то для себя одно слово, какой-то вопрос специальный или слово кодовое, и так ты можешь понять, что это как бы не тот человек тебе там отвечает. Это вот как раньше было про девичью фамилию твоей матери, везде кодовый вопрос, вот примерно то же самое. Ну, да, это тоже может быть как один из способов, да, проверки, с кем мы общаемся, да. Ну и, конечно, на сегодняшний день, да, учитывая, что виновные подменные номера могут использовать, конечно, все любые следы цифровые, они остаются, да, даже когда мы переводим деньги, это тоже можно зафиксировать, и мы же здесь говорим о том, что не какое-то единственное доказательство, тут будет целый комплекс, да, доказательственной базы для выявления, да, разоблачения, уголовного преследования, но, может быть, вот те составы, о которых мы говорим, мошенничество, да, у нас на сегодняшний день не только мошенничество, дистанционно совершается оборот наркотических средств, да, вот эти закладки, один, скажем так, курьер разложил, да, и геолокацию там скидывает. Вот у меня при этом вопрос, то есть при том, что цифровые следы всегда, как это есть, поговорка, что все, что ты выложил... Попало в интернет, остается в интернете, да. И при этом эти следы, их все равно тяжелее отследить, вот, то есть вернуть отправленные деньги себе назад тяжело, там, найти еще кого-то тяжело, как это так получается? Ну, потому что, во-первых, требуются специалисты, да, которые бы, ну, элементарно могли бы, да, зафиксировать там, да, информацию, потому что в отдельных случаях, даже когда совершается такое преступление, допустим, следователь будет выносить постановление на назначение экспертизы, он должен знать, кому и какие вопросы поставить, да. Здесь, наверное, еще нужна, ну, такая политика и в отношении кредитных учреждений, да, когда человек приходит и ни с того ни с чего там принимает решение, запрашивает миллион кредит, да, вот там не так давно была информация о том, что сейчас вот с определенной суммой так называемая клиенту предоставляется там, как время охлаждения, да, там, два дня ему дают, да, А тебе точно нужны эти деньги? Да, да, чтобы вы подумали, да, потому что бывают такие вот ситуации, что как бы потом начинаешь думать, ну, господи, ну ведь, ну как попался-то ведь? А вот еще одно преступление, это так называемый кибербуллинг. Вот насколько он сейчас распространен, в том числе в Архангельске, и как с этим борются, может быть, какие-то средства применяются специальные, может, как-то это криминализовано сейчас или нет еще? Ну, опять же, видите, то есть, скажем так, та травля в социальных сетях, да, которая в отношении там подростков, может быть, да. Но здесь тоже могут быть, как бы, в зависимости от того, какие там цели преследуют виновные, да, что это за информация. Ну, вот у нас, например, на сегодняшний день есть в этой части там состав, если мы говорим о составах преступлений, это, допустим, клевета распространения заведомо ложной, позорящей, да, информации, если мы говорим, да, об уголовном законе оскорблений, это у нас сфера административной ответственности. А если вот это прям какая-то вот травля, что человеку пишут именно ему вот в соцсети, то есть это же, ну, прям ему не просто там о нем распространено свое изведение, именно ему точно, о нем психологически воздействует. Как с этим работать? Ну, опять же, выявляя здесь сами потерпевшие, да, или если это, допустим, ребенок, там, через родителей, через образовательную организацию, ну, здесь, наверное, сложно говорить о том, что уголовный закон должен стать таким универсальным инструментом и регулятором соответствующих отношений. Он может лишь быть использован в тех случаях, когда, допустим, там, понимаете, информацию о человеке разную могут ведь распространять с разных, да, позиций. Вот то, что вот вы используете, да, вот это, когда психическое, да, опять же, как вот там просто какая-то негативная оценка личных качеств там и так далее, это одно, и здесь я вообще сомневаюсь, что может быть сфера уголовных отношений. Общество все больше и больше уходит в цифровой мир, да, почему люди там больше любят общаться, да, переписку ведут, да, психологический фактор. Да, психологический фактор. В юриспруденце он говорит, вот, вы знаете, там, с девушкой общался, ну, такая там скромная, там, ну, вообще так, косноязычная, а там на социальных сетях, ну, вообще совершенно другой, да, то есть вот те, может быть, социальные установки, там, сдерживающие факторы, да, барьеры, которые здесь у нас есть, вот в этом пространстве они, да, они растворяются, и человек более раскованным делается, да, там сразу столько друзей тут у тебя стало, да, или наоборот, да, и там такой популярный становишься, да, знаменитый и так далее. Ну, и вот говоря, опять же, вот о криминальной вот этой деятельности в цифровом пространстве, да, о том, что меняется совершение криминальных деяний, но вот на сегодняшний день даже имеют место быть факты посягательств на жизнь именно дистанционным способом, когда, там, у потерпевшего было сердце, там, шунтирование аппарата. Какой-то, по всей видимости, кардиостимулятор стоял. Да, кардиостимулятор, и дистанционно воздействие на кардиостимулятор было совершено убийство. Это прям киберпанк такой, победивший. Также дистанционно можно, да, там, при совершении операции, да, какую-то вот... Да, тоже недавно новость прошла о том, что совершалась операция с использованием робота дистанционного, да Винчи, и он там что-то не так сделал, и женщина травму получила определенные, серьезные. Да, и вот я там, когда несколько лет еще назад, там, тоже у нас была конференция, и вот рассказывали, да, вот о новых способах совершения преступления, и там один из ученых сказал, ну, он действительно прогнозировал, что у нас, как бы, очень, да, большие перспективы в части, вот, да, криминального поражения виртуального пространства. Он говорит, ну, наверное, только изнасилование не может быть совершенно. А вот вы не поверите, мне буквально вчера Даша об этом рассказывала. Да, то есть такие случаи уже, как бы, это не странно. Есть, да, там, ну, опять же, это в Соединенных Штатах Америки, там какая-то виртуальная... Мы говорим, это вселенная, да. Да, да, там, когда женщина обратилась в правоохранительные органы, опять же, да, что трое мужчин, там, и она при этом испытывала, в том числе и физически, да, какой-то дискомфорт в отношении нее, было посягательство, там вот прецедентное право, был создан прецедент, такой вот, я не знаю, была информация новостная о том, что она только обратилась в правоохранительные органы, чем там все-таки закончится, но и даже такого рода посягательства могут быть совершены, да. Ну, вот как вы на такие посягательства смотрите, наказания за подобного рода преступления, они должны быть строже, чем за преступления в реальном мире, или все-таки виртуальный мир, он такой какой-то немножко ненастоящий, и там можно и наказывать не так строго, не так по-настоящему. Ну, слушай, вот в виртуальном мире благодаря кибербуллингу можно получить вполне сериальную психологическую, да, даже психические заболевания, и там, ну, действительно, это депрессивное, да, вот состояние. Вот, знаете, вот тот вопрос о том, нужно ли, да, вот, отцифровывать уголовный закон, да, его периодически поднимают. Вот, у нас на сегодняшний день там порядка 50 составов преступлений, которые либо конструктивный признак, или квалифицирующий признак предусматривают использование информационных или коммуникационных технологий в криминальной деятельности. Как правило, это распространение информации, да, и так далее. Ну, вот такой могу привести пример. Есть такой состав понуждения к действиям сексуального характера. Ну, харассман, да, что называется. И в части третьей законодатель предусмотрел ответственность, повышенную ответственность, когда виновные используют информационно-телекоммуникационные сети в процессе совершения, в том числе интернет, да, там наказание более строгое. Но здесь, а такие сети, это вот через WhatsApp там передал информацию, это уже такие сети, да. И здесь возникает вопрос, а действительно ли устное, да, там, высказывание, там, не знаю, предложение, там, шантаж виновный используют, действительно ли вот эти действия, они более опасны, чем те, которые лично я произношу, да. Там слова вербальные какие-то действия совершаю. Потому что, когда мы говорим о том, что тот или иной способ, он должен быть усиливать существенное наказание, у нас соответствующие действия, они должны действительно повышать уровень общественной опасности. Да, и вот здесь навряд ли, навряд ли это. Плюс вот еще, вот знаете, допустим, вот, например, у нас есть там составы преступления, которые связаны с оборотом порнографического материала. Ну, они сейчас полностью все в цифровом пространстве, да. Ну, вот, единичные случаи, да, когда... Что-то еще будет в кассетах, ретроградах. Да, и, соответственно, мы пришли к тому, что у нас применяются на практике только квалифицированные составы. То есть, когда какие-то криминальные действия, они уходят в другую сферу, мы, что по большому счету имеем, мы имеем, ну, искусственное завышение общественной опасности преступности. Да, одно дело, когда это у нас основной состав, и там одна санкция, другое дело, когда... Потому что, когда мы говорим о закреплении квалифицирующего признака, он должен быть нетипичный для деяний, которые описаны в основном составе. То есть, любое усиление уголовной ответственности, оно здесь тоже, как бы, баланс должен быть определен. Но есть такие, как бы, вещи, когда сервисы всякие государственные, которые для нашего же блага ушли вот в цифровую вот эту всю действительность. И нам, хочешь не хочешь, а приходится там прикреплять все свои ФИО, паспорт, СНИЛС и все такое. Как вот быть с тем, что, например, сейчас уже научили взламывать вот те же госуслуги? То есть, как вообще понять, что тебя взломали, и что в такой ситуации делать? Ну, во-первых, действительно, это, кстати, тоже один из распространенных, и здесь даже возникают вопросы, связанные с правовой оценкой соответствующих действий. Потому что тоже один из распространенных способов, допустим, ну вот там классический пример, чаще всего виновные начинают обращаться, опять же, по имени, отчеству, да, и представляются они, допустим, операторами, представители операторов сотовой связи, которые вы используете. Но это вот, да, это все-таки наша жизнь, мы уже начинаем прислушиваться. Кстати, вот почему сейчас много вот в этом отношении информации идет, потому что Роспотребнадзор обязал операторов сотовой связи легализовать всех абонентов, да, то есть определенные... Знают, что типа, покажите свой паспорт, да. Паспортные данные, да, то есть это тоже одна из мер, направленные на то, чтобы, что вот называется, вот этих серых симок, там, да, которые бы могли быть использованы в последующем криминальной деятельности, чтобы их не было, поэтому... Выход в интернет по паспорту, как вам? Это уже тоже мы к киберпанку такому движемся. И есть, да, такое, как бы, такие сообщения, когда звонок, да, и там просят какую-то информацию подтвердить, в том числе через госуслуг, потом говорят, так, а какой там код у вас, да, вы сообщаете, а потом, как оказалось, ваш сервис зашли, да, под тем кодом, который вы сообщили, и всю информацию персонального характера, да, у вас, там, скопировали, да. Ну, и что мне делать в этой ситуации? Я ведь свою персональную информацию уже не поменяю, она уже ушла, и даже если я восстановлю пароль к госуслугам, я как был Михаил Кунавин, так им и останусь. Ну, конечно, нет, можно поменять имя, фамилию, но тем не менее. Ну, да, если такие факты были, помимо того, что, да, субъект обращается в соответствующие сервисы, да, и там могут заменить там пароль и так далее, конечно, нужно обратиться в правоохранительные органы, потому что, ну, грубо говоря, опять же, ваши персональные данные могут быть использованы, допустим, возьмут кредит на вас удаленно, могут взять кредит, тем более они посмотрят, что вы уже там, не знаю, какой-то микрофинансовой организации обращались, и опять на эту же микрофинансовую организацию, и вы потом через какое-то время, к вам поступает информация, да, о том, что вы там просрочили и так далее, и как раз то, что вы обращались, да, в госуслуги, обращались в правоохранительные органы, не факт, что там будет возбуждено уголовное преследование, да, но, по крайней мере, это будет то, что вы можете предъявить, а может быть даже придется и судебные, да, какие-то, вот, разбирательства, потому что кредитор будет, да, предъявляет требования, по крайней мере, будут свидетельствовать о том, что эти денежные средства не вы получили, да, а там уже, соответственно, кредитная организация, пускай уже, да, вы не заключали договоры. Ну, легче мне от этого жить не станет, потому что у меня все равно выяснится, что мои... Что ты, это ты. Да, персональные данные уже утекли, все эти, как мы выяснили, останутся там, по всей видимости, навсегда. Хорошо, у меня еще один такой вопросик, он частично связан с как раз киберпреступлениями и цифровой средой, про которые мы говорили. Насколько я понимаю, уголовный кодекс, он подразумевает наказание не только за действие, но и за бездействие, то есть если мы оставляем в опасности, да, а если речь идет о какой-нибудь переписке в мессенджере, и мне пишут о том, что человек находится в опасности или, может быть, даже сам хочет там что-то совершить, как я должен в это время реагировать? Я, может быть, нахожусь на другом конце страны, может быть, нахожусь в другом городе, но мне вроде бы как бы сообщили в цифровой среде информацию о совершаемом преступлении. Я буду наказан в этом случае, если преступление действительно совершится, за бездействие, когда я знал и меня предупреждали? Ну вот когда у нас бездействие, да, бездействие как форма деяния, объективная сторона состава, мы говорим, у нас, скажем так, ответственность может быть только в том случае, когда обязанность действовать, она установлена в законе, либо там из профессиональной деятельности возникает. Это в каком смысле слова? Ну, например, не оказание помощи больному, допустим, да, сотрудники, медицинские работники, они обязаны, да, у нас есть нормативные акты соответствующие, их профессиональная деятельность, так же как сотрудники правоохранительных органов, да, они не работают, они служат, они в любой, да, находясь и в отпуске, да, и вне рабочей смены, их профессиональная, да, их вот эта вот, их служба, она обязывает вести активно и пресечь, предупредить криминальные, да, поведения, то есть не должны быть равнодушны. Если это просто, да, грубо говоря, у нас даже вот со студентами решаем, есть такой кейс, да, вот я иду по улице, ну уж как бы из реальной, да, иду по улице, вижу, человек скорчился, там, да, якобы боль у него, да, я прошла мимо, да, у нас вот есть не оказание помощи больному, а есть состав оставления в опасности, да. Ну вот там так состав сформулирован, что можно привлечь к ответственности, если либо ты сам поставил потерпевшего в опасное для жизни и здоровье состояние, допустим, даже не нарушая правила дорожного движения, сбил, может там пешеход к вам бросился под колеса, ну вы и сами его поставили в опасное для жизни и здоровье состояние, либо обязаны иметь заботу, допустим, о престарелом отце, о детях и так далее. Так, за бездействие у нас ни один закон не обязывает нас там предпринимать какие-то меры, в том числе и направленные на пресечение преступления, на оказание там помощи и так далее. То есть условно, если мне кто-то в мессенджере пишет о том, что вот я заложил там-то бомбу, ну никому об этом не говори, и если вдруг, внезапно оказывается, что эта бомба там действительно была, то мне ничего не будет за это, хотя я знал, меня как бы предупредили. Ну тут, понимаете, тут, конечно, смотреть механизм, вот вы сейчас говорите, у нас есть такой состав. Просто есть такая тема, как пранки, когда могут обмануть, могут... Вот это розыгрыш в интернете, он может быть очень невинный, а может быть касаться и человеческих жизней, и ты никогда не знаешь, с вероятностью там в 95% с тобой подшучивают или говорят правду, а вдруг в какой-то момент времени окажется, что среди 10 пранков, над которыми... которыми над тобой пошутили, один окажется действительно правдивый. Нужно ли как-то реагировать вот на такое, если пранк как бы подразумевает какое-то неправомерное действие? Все, наверное, индивидуально, если как бы есть у вас информация, есть и основания о том, что это не розыгрыш, что это правда, да, конечно, лучше эту информацию сообщить, что называется, куда следует. На сегодняшний день ведь не обязательно даже там писать, приходить заявление, там и так далее. Соответствующие органы, они имеют и адрес там электронной почты, и иные вот эти сообщения, туда можно сообщить, а что называется, и ваша совесть будет чиста, да, а соответствующие структуры пускай проверяют, устанавливают, да. Вы сейчас привели пример, опять же, да, как в цифровом пространстве совершаются преступления, когда, ну, вот это вот там физическое лицо какое-то действует, да, там деструктивные какой-то направленности, да, там какие-то фейковые новости, да, сообщает. И через какое-то время мы вообще уже начинаем вот это терять ориентиры, да, вот все-таки это правда или неправда, да, как бы, да, вот настолько достоверно, потому что, опять же, допустим, тот же искусственный интеллект, да, вот о котором мы сейчас говорим, это вот, наверное, наиболее такое перспективное, да, что, будучи, ну, как бы, более таким обучаемым, да, мобильным, да, и вот сейчас вот один из вызовов и один из таких негативных прогнозов, да, что стоит о том, что он же может и в отношении человека совершать какие-то противоправные там действия, да, ну, вот уже описан случай, когда там девушка, девочка, да, ребенок общался там с колонкой, и что-то ей стало скучно, и она там задала вопрос, о чем бы вот заняться, и ей колонка посоветовала, а вот некоторые дети делают так, что вот там в розетку два металлических, да, два металлических, не помню, там, гвозди, да, там, гвозди, и там 5 рублей там между ними или 5 копеек, и ребенок сделал, и ему был причинен вред здоровью, да, то есть вот такая шутка искусственного интеллекта, да, а где гарантия того, что завтра там, допустим, люди, которые, не знаю, на биржах, да, работают, там, там, сделки какие-то совершают, где искусственный интеллект там не подкинет им информацию о том, что цены обрушились там или наоборот поднимутся, да, то есть вот такая вот фейковая информация, и там кто-то скинет все акции или так далее, то есть здесь же, здесь же может страдать, вот если мы говорим о мошенничестве, ты тут один потерпевший, да, и, конечно, все это плохо, и зачастую это, ну, даже есть такие факты, когда люди, еще очевидно, какой-то социальной поддержки, какая-то безвыходность там, вплоть до суицидов, да, то есть вот, конечно, здесь нужно вести работу, адресную какую-то помощь по возможности, потому что он так и остался с кредитами, это исполнять обязательства, никто его не освобождает, тут-то ведь мы рискуем, что такого рода, это могут дестабилизировать не только работу там крупных, да, там коммерческих организаций, банков, но это даже на уровне государства, возможно, да, такие вот колебания, и к чему это привлекут, а самое главное, кто в этом случае будет виновен, тот, что я поверил, да, той информации, которая, которую я получила, да, производитель колонки, да, производитель колонки, кто ее собрал, да, или я, или я того, что не смогла отличить вот эту фейковую информацию от реальной действительности, там не подверилась, не спросила и так далее, то есть, наверное, ну, это то, с чем мы будем уже в ближайшей перспективе, может быть, да, если, если тут какие-то вопросы регулятивного порядка не будут включены, да, в том числе и какого-то ограничения. Вот еще один аспект, который связан с цифровой средой, это огромное количество камер видеонаблюдения, которые есть сейчас фактически повсюду. Я знаю, что в Китае там камер видеонаблюдения чуть ли не больше, чем жители в этом самом Китае. Насколько это законно, когда меня снимают, я даже об этом не знаю. И насколько вот этого, вот всеобъемлющая цифровизация, количество камер огромное, помогает в расследовании реальных преступлений, которые совершаются? Даже есть целая такая программа, да, безопасный город, безопасная среда. И вот эта фиксация осуществляется вот в рамках этой программы, оно направлено для того, чтобы обеспечить, в первую очередь, наши, да, вот и безопасные условия, для того, чтобы исключить, начиная от террористических каких-то актов и заканчивая там преступлений, противоправных действий на дорогах. Потому что, как только есть информация, сразу же водитель скорость скинет, да, и будет предельно вежлив и с пешеходами, да, и с другими участниками дорожного движения. Это законно, то есть если висит где-то камера, но я о ней не знаю, но она меня фиксирует, здесь все с точки зрения законных. Да, потому что власть в целях как раз обеспечения, да, безопасности общества, да, именно эта цель преследуется в этом случае. Это все, это все законно, да. Хорошо. Доступ к этим камерам, он у кого? Он только вот у правоохранительных органов или их можно как-то взломать? Нет, на самом деле, насколько я знаю, доступ к вот этим публичным камерам, он есть свободный. То есть есть специальные сайты, где ты можешь забить там IP-адрес какой-то камеры, которая вот у нас стоит на площади Ленина, например, и посмотреть, что сейчас прямо там делается. Вот в этом плане общественные камеры, они, по-моему, так работают. Ну, тут да, тут есть, конечно, и какие-то, да, в зависимости от того, где и на что направлена эта камера, да, то есть я тут, может быть, не смогу полностью, да, дать соответствующую, информацию, да, потому что у нас камеры могут быть и в магазинах, и там на дорогах, где-то там, допустим, в учреждениях там уже своя, наверное, служба безопасности, да, соответствующую работу проводит. И установка, кстати, этих камер, она уже, да, дала такие значительные результаты, потому что благодаря им выявляется очень много и фиксируется совершение криминальных деяний, и выявляются лица, которые причастны к их совершению. Ну, даже, например, в Москве установлены, там более такая система, она не просто только фиксирует, но она и позволяет как бы установить конкретное лицо, распознавание лиц, и там даже, значит, допустим, лицо объявлено в розыск, и заходит в метро, ничего не подозревая, она на остановке, следование его сотрудники, у них сразу информация соответствующая прошла, они его задерживают, ну и, соответственно, там уже дальше все следственные действия с ним могут проводить, то есть это очень помогает для розыска. Большой брат следит, как он называется, никто не уйдет от ответственности. Тут вот это вся есть, скажем так, на мой взгляд, существенная польза в этих технологиях. А если я как частное лицо устанавливаю камеру, ну или если она у меня в подъезде стоит, эта информация тоже оказывается доступна для правоохранительных органов, у меня могут ее запросить? И могу ли я, как частное лицо, точно так же, без ведома окружающих, записывать их? Ну, тут просто уже, если мы говорим о многоквартирных домах, то там жилищное законодательство регулирует установление таких камер. И, ну там, насколько я помню, должно быть проведено там собрание жильцов. Кстати, это же ведь, ну тоже материальные зачастую, да, расходы. И в целях собственной безопасности, да, в том числе, потому что акты вандализма совершаются, да, и хищения, и так далее. И жильцы обычно идут на это, и здесь мы уже говорим о частном, да, в этом таком секторе. И в случаях, вот иногда, если, допустим, на подъезде установлена камера, ну не знаю, там машину угнали, пускай даже не жители этого подъезда, да, кто-то там припарковался, можно установить. И, конечно, допустим, сотрудники правоохранительных органов, если они по вызову приехали, они будут смотреть, да, попадает ли в объектив эта камера, и будут запрашивать информацию, ну и тут, конечно, нужно навстречу идти правоохранительным органам, да, с точки зрения, там, активной гражданской позиции, не покрывать по возможности, потому что ведь иногда и, допустим, те же магазины, они ведь устанавливают не только внутри, они и снаружи вот эти камеры, да, и благодаря этой деятельности тоже удается зафиксировать, да, уж если не само криминальное деяние, то, допустим, можно, если где-то в другом месте, куда там проехала, да, там, в двух кварталах машину угнали, а тут она проехала, уже мы можем следить, да, ну и даже, например, когда, когда, допустим, ДТП, да, вот там у нас трасса Архангельск-Москва, там же камера, она с определенной, да, по это самое, и вроде как по камерам смотрит водитель, ну, с установленным скоростным режимом, и тут вот все нормально, и там какое-то ДТП произошло, но если мы посмотрим то расстояние, через какое время, да, он преодолел его, то здесь, да, здесь явно мы можем говорить о превышении скоростного режима, это в том числе очень важно для того, чтобы установить, потому что нарушение правил дорожного движения, повлекшее там какие-то, негативные последствия, потому что нарушение это правил, их нужно установить, и не всегда они вот такой фиксированный носит характер. Вообще, к какому выводу я могу прийти, исходя вот из сегодняшнего разговора, все мы, даже если не хотим этим заниматься, но так или иначе попадаем в цифровую среду, активно ли взаимодействуем через мессенджеры, или нас просто снимает камера какого-нибудь магазина, мы так или иначе уходим в цифровую среду, оставляем там цифровой след, и по всей видимости будущим правоохранительным органам придется погружаться в эту цифровую среду с головой. Нина Юрьевна, нам пора заканчивать, спасибо большое, что пришли, состоялся довольно интересный разговор, мы много очень разных тем подняли, в том числе и самых актуальных на сегодняшний день, я очень надеюсь, что нашим зрителям понравилось то, о чем мы говорили. На этом наш выпуск завершен, всем пока. И это был подкаст меньше пятисоток, подписывайтесь на социальных сетях, ставьте лайки этому видео, пишите комментарии, что узнали нового, может быть, вы тоже сталкивались с какими-то киберпреступлениями, рассказывайте об этом, нам все интересно, жмите все, что называется, и вам слово. во-первых, спасибо за приглашение, за такой вот интересный опыт общения, обсуждения действительно таких проблем, но всех благодарю за внимание, за интерес, спасибо. На этом мы завершаем наш подкаст, и помните, что каждый из вас статистически значит. Субтитры создавал DimaTorzok